Вы знаете, так интересно оказалось через трое суток тот, у кого все в шоколаде, все замечательно в жизни и все устраивает пушистика, оказался тот, о ком всех меньше думаешь. Представляете? Вот так. Тося в стрессе сидит в диване, у нее все болит, она меня боится, а Люся шипит, рычит и даже не может никак принять котов. То есть на данный момент, даже когда поправится Тося, она будет выходить, она прекрасно ест, она прекрасно адаптируется. Единственное, что персик ее не принимает сейчас, он от нее отказался, от нее пахнет лекарствами, он даже вообще близко к ней не подходит. И в диван, она его сколько не звала, она так выходила с трудом, плакала, его звала, а он нет, не может. У него какой-то страх перед ней, вот тоже для нее стресс. И сейчас она у нас стрессует, в тяжелом положении, ей больно, и друга нет рядом. А этот спит, он намылся и сладко спит за шторкой. А Люся в маленькой комнате, папе жалуется там, к ней туда ходим жалеться. Люся успокоим даю. Вот как-то так пока. И сейчас вечер, вечер вторника, ну сегодня кастрировали утром и стерилизовали. И по времени сейчас скажу сколько. Сейчас 9 вечера. То есть ролик я уже загрузила и сразу вот как бы начала снимать дальше на следующий ролик. В общем, на сегодняшний день, конец трех суток, это вот такое положение вещей. Персик, у него все замечательно. А я думала, ему будет всех тяжелее. Он из кома вышел и все освоился. Ходит как у себя дома. Может отбежать, но может и об ноги тереться. Я думаю, что он спокойный в кровати уже может прийти к кому-то. Вот так. Осталось две девочки. Ну я думаю, Тося тоже. Через неделю, если у нее все пройдет, ну а у нее должно все пройти, она тоже освоится. И осталась Люся. Чтобы она адаптировалась и с котами смирилась. Как-то так. У меня знаете какая мысль? Я думаю, может быть я не права. Сейчас. У нас отключили отопление, поэтому картина включена. Очень холодно. Я думала, они тут будут, как бы после операции. По крайней мере девочкой. Она бы на виду была. Она в этом диване, с животом там трется об углы. Ну я ничего сделать не могу. Здесь она просто вот кидается на клетку. Какая у меня мыслишка? Они же занимают Люсину. Нет, Люсины позиции, Люсины места. А клетку-то мы отдадим через пару-тройку дней. Может быть накопить как-то вот на домик. На кошачий домик, чтобы у новеньких, ну как бы они пришли со своим домом. И может быть они как бы приживутся там вот с полочками, знаете, с когтеточкой. Это конечно дороговато удовольствие. Но если здесь будет стоять какой-то домик, может быть Люся, ну как бы примет их, что они пришли со своим местом. Вот они у себя тут находятся. Вот как бы такая мысль. Но есть такая опасность, что они в домик не пойдут. Как вы думаете, что делать? Я просто на канал подписана кошки Михалыча. И там у него уже на сегодняшний день более 40 котиков спасенных. Но я надеюсь, что у меня такого не будет. И я остановилась на трех. Потому что для меня это и так большая, огромная даже решение. Решительное действие, да. И вот про домик-то я задумалась. Но вдруг они в него не пойдут, а деньги будут большие потрачены. А ведь это надо еще и накопить, как бы, да. А я бы поставила вот сюда клетка временное явление. Напишите, что думаете вы. Потому что очень много девочек, кто поддерживает, следит за нашими новостями. И если вот будет домик высокий, то, в принципе, вот оттуда тоже удобно будет за ним наблюдать. Либо лежанки им свои купить. Даже вот на этом подоконнике. Ну, можно еще лежанку положить, купить. И, может быть, не так будет на Люсе на место посягаться. Потому что, ну, там Люсин угол. В диване Люсин угол. И вот один в диване, и второй на окне. А мне это не смешно. Мне Люсику-то жалко. Я ей постелила в другой комнате на окне. Но ей грустно, что она в туалет даже на цыпочках идет. Вот крадется долго-долго крадется. Ну, как-то так. А звезда-то у меня же вот такая. Да? А теперь, что ж с Люсинькой. Ну, в общем, это сегодня такие новости. Но этот ролик, когда закончится, пройдут еще сутки. Поэтому посмотрим, что принесут нам эти ближайшие сутки. Расскажу завтра вечером. Пока, я так думаю, у меня еще одна бессонная ночь. Потому что девчонка будет ночью выходить, пытаться куда-нибудь забраться. Ну, сейчас лежит спокойненько наша Тосенька. Время полдвенадцатого ночи. Тут Люсенька. Она хотела сходить в свое любимое место на подоконнике. Ну, вон туда, в Эдуар. Ну, там молодой человек. Я вот так ей постелила. Говорю, может быть, ты тоже пойдешь рядышком? Там вдали персик лежит, а ты вот здесь. Но она не пошла, но с другой стороны и не ушла. А там под нами Тосенька. Ну, Тосенька первые сутки ей очень больно. Поэтому Тосенька там даже не шевелится. Редко-редко шевельнется. Но, видимо, у нее наркоз уже отошел, ей очень больно. А лекарство обезболивающее. Я есть с раннего утра дам с едой. Поэтому пока мы вот так. Да, Люсенька? Ну, я девочка. Пойди вот сюда. Смотри. Иди. Иди вот сюда. Люся. Люся. Иди вот сюда ложись. Люся. Иди, моя девочка. Не бойся. Смотри, как хорошо здесь. Иди, Люсенька. Там хорошо. Пойдешь? Или вот сюда. Хочешь? Иди к маме. Хочешь? Спасибо. Спасибо. Так, четвертый, да, получается, день. Сейчас почти сутки, как сделали операции. И Тоси, и Персику. Тося в диване. У нее сейчас, конечно, очень болит. Иногда она прямо там дергается, бьется обо все. Может быть, снится что-то. Может, боль, как бы волной идет. Я не знаю. И открывать, если диван мы ночью открывали, таблетку ей давали, с едой она немножко еды поела, ей смогла, как бы, вот с этой дозой еды таблетку обезболивающую съесть. А таблетки раз в сутки. Получается, ну, самое раннее я могу ей ближе к ночи сегодня дать. Получается, я как бы не через ровно сутки, а часов через 20 даю. Ну, потому что действительно ей очень больно. Плюс она еще такая активная. Если она бесится, куда-то несется, она же не соображает, что она причиняет себе еще больше боли. В общем, она у нас в диване пока. Ночью она выбиралась к Персику, нашла его, она его к себе звала, нашла его, на подоконник забралась, рядом с ним полежала 15 минут. И он ушел. Ушел в диван. Она к нему опять в диван, а он оттуда ушел. Вот пока от нее пахнет, вот после, он ее не принимает сейчас. Но сегодня Люся выходила, с Персиком в переглядке играла, так немножко даже расслабилась немножечко. Но она на успокаивающих. Вот сейчас на улице идет снежок. Сейчас вам покажу. Ну, какой снежок. Все смотрел на снежок, а сейчас уснул. Персик все, адаптировался. Он сегодня единственное всю ночь по верхам у меня ходил. Да, дружок? Днем спим, а ночью гуляем. Вот он у меня сегодня всю ночь по стенкам. Прыгал оттуда. Хотел со стенки прямо на пол прыгать. Прыгнул на клетку. Хорошо на клетке подушки диванные лежали, потому что клетка она... Лапу переломаешь, если на нее прыгнуть сверху. Ой, как мы сладко спим-то тут и зеваем. Будешь мурлыкать-то? Ну, дружок. Ну, мурлыкать-то будем. Я думаю, что будет момент, когда зевает. Ты мой сладкий. Люсенька может сюда приляжет. Девочке-то, конечно, да, будет всех сложнее девочек подружить между собой. Какие сарайки страшные. Вот, персик, смотри. Ты бы сейчас там сидел, вот на этом холоде. Морозы наступают. Морозы. Вовремя мы их забрали. Ну, то есть пока тяжело. Она прямо вот как дикий кролик. Вот по-другому даже не назвать. Ее так трудно накормить. Но сейчас она мало ест. Вот хорошо она смогла чуть-чуть поесть таблетку. Я уж ей, знаете, куда еду поставила? Сейчас вам покажу. В общем, там вот не просто залезешь. Сейчас буду еще только полымать. Ой. Это они, когда сходят в туалет, и наполнитель, вот за ними наполнитель так тянется. Вот, видите, тут есть место. Вот так вот видно. Они, бывает, оттуда вылезут, и вот в этом вот предбанничке. вот они в этом предбанничке находятся. И я ей там вот поставила тарелочки. Наверное, да? Она не ела, конечно, но если вдруг вылезет, то она вот поест. А ночью она в туалет сходила, вылезла, поплакала, вот к нему сходила, с ним провела. А потом он от нее ушел, и она на подоконнике, наверное, часа 3-4 находилась. Потом опять в диван. Клетку пока не отдаю, но они в ней не находятся. Единственное, чем они пользуются, горшком. А так бы ей было бы здесь хорошо. И горшок, и еда, я бы ей все поставила. И закрыла бы все четыре стороны. Ей бы и мягко, и удобно было бы. И дверь бы открытая была. Но нет, не хочет. В общем, пока так. Люся сейчас, вот, нос поколения, код двою. Вот такой мы покупали. Тут три ампулы безвредные. Можно давать 2-3-4, по-моему, раза в день. И вот, видите. И безвредно. И Люся поспокойнее. Вот с этого Люся поспокойнее. Поэтому пока Люся буду давать и дальше, чтобы она не нервничала, она спокойненько спит. Она выходит из маленькой комнаты в туалет, погудит, порычит на диван, потому что, я так думаю, самое сложное будет, это адаптация Люси с Тосей. Две девочки. Вот тут они иногда в жару дадут. А мальчик со всеми будет дружить потом. Он такой спокойный в этом отношении. Кто говорит, бесхребетный. Вот это про нашего Персика. У меня вообще ощущение, что Персик это как будто сын нашего Баси. Он так на него похож характером. Вот шкурка, мягкость, вот эта плюшевость его, глазки апельсиновые. Вот ощущение, что нам Баси своего сыночка подарил. И у нас теперь есть его продолжение. Я на Персика смотрю, и все время я комок в корле, потому что на меня глазами Баси смотрит он. Вот. И сегодня будем закупать наполнитель. У нас наполнитель в двух горшках. Просто теперь даже не в три раза, а намного больше идет. Потому что Люся у нас мало пьет, и редко в туалет ходила по маленькому. Ну, как-то вот у нее маленькие доза. А эти и молоко пьют, и воду пьют, и много едят. И так они хорошо в туалет бегают. Ну, сейчас Тоси, естественно, мало, а Персик-то ни в чем себе не отказывает. Ладно. Рассказала часть новостей. Сейчас 11 утра. Это тот момент, когда ты понимаешь, что ты сделал все не зря. На улице стихия, ветер, снег, а котик лежит счастливый на пледике, на подоконничке. Это действительно здорово, что есть спасеныши, что есть те, кто не остался на улице в мороз и в холод, не остались без хвостиков, без лапок или вообще без жизни, да. Потому что уличные котики, они все равно обречены на гибель, если у них нет теплого места. Пусть то подвал, подъезд, что угодно. Кого-то жизнь удалась. Да, вот замурлыкал. Муж впервые в жизни. Да, уличные это почти не мурлыкают. Щурочки щурят. Мякиш. Мяу-мяу-мяу. Персик Басикович, мы его назвали. Как будто Басин нам своего сыночка оставил. Ой, довольно подставляет щучки. У нас папа умеет чесать, Люся не даст соврать. Так вот замурлыкал. Осталось Тосеньке в себя прийти. Похоже, жизнь удалась. Довольно, помогает. Надо посмотреть девочку. Она так давно там не шевелится. Сегодня даже металась немножко. Ага, лежит. Она сняла попону. Мама дорогая, она сняла попону. Пускай, пускай. Круто. Что нам с тобой делать? Смотрите, что мы делаем. Операция отловила в перчатке. Я уже умная. Денис пытается это сообразить, как ее тут обмотать. Она сняла, потому что нет хвостика. Наверное, ей было удобно снять с нижней части. Сообразила. Денис хотел девочку. Сейчас банты вяжет. Хочется бантики вязать. Сидим, оперируем. Красотку-то нашу. Смотри, лапы осталось в этом. Вынил лапочку. Ну да, лапы еще не дошли. Она у тебя осталась там. Ребята, я такой эту... Неудобно так висеть. Ладно, мы вам потом покажем, если я смогу, результат. Главное, вы увидели, что вот эта красоточка Тося мала до шустра. Да? Эй, человеческие глаза, которые умеют в душу смотреть. Какая же ты вот осомница шустра. Я думала, ее как-то покормить. Так, это я не ту завязала. Не ту завязала. Вот сколько бантов, надо же сообразить. Такие попонка великоватая. Поэтому она так легко и выбралась. Мы с тобой, знаешь, что неправильно? Вот здесь вот завязали. Нашли брат в работе. Переделаем. Как лихо она вывнулась-то. Давай кушай. Давай кушай. Корочку. Кушай. Кушай, моя красавица. Кушай. Тосинка. Тося, тося. Тосинка. Тосинка. Тося, тося. тося тосенька тосенька моя красавица девочка ты такая молодец сейчас пойдешь покушай сначала и пойдешь покушай покушай моя умничка это мама и папа твой теперь теперь светлановна тося светлана поешь поешь вот на закрывай только ее не ударь я сейчас это вниз поставлю и вот так поставлю она разберется какое мы дело то сделали но если что папа дениска уже знает что делать где наша группа поддержки то вот пожалуйста группа поддержки да все хорошо у тебя красавчик хорошо что открыли а у меня было чувство как будто я чмока не слышу но она не шевелится до этого она прямо так метаться начала видимо она сняла часть и вот пока металла 100 сняла остальное ху сделали тела акс пришел с колледжа тихо только скопы и мужские разговоры ты тут немножко попадаешь смотрите как мастер красиво выглядят штуры люсица знает уже как это двинуть как справа налево перейти ну вот пока новеньким вот так оставляем чтобы они с двух сторон был и вход и выход когда они ходят ночью которая была сейчас время пол пятого вечера следующая ночь я думаю будет тоже самое поэтому я сейчас буду переделывать кое-что у себя персик идет с подоконника по ящику по моему столу зачем-то он идет вот по этим двум стопкам книг заползает на эти коробки по ним двигается и он там спускается что делает он дальше я вам сейчас расскажу вот хорошо диванные подушки лежали на клетке он просто спрыгнул со стенки на эти хорошо подушки потому что если прыгать на саму клетку но тут же найти дырки тут лапу можно переломать тут ну как вы понимаете да просто вот реальная клетка чем показывал доску положила гру вдруг сегодня ночью будет повторять эти трюки акробатически положила книжки сейчас переставлю как-нибудь чтобы он по ним не ходил но по коробкам ладно ничего страшного хотя тропинка перед коробками тут сантиметров 15 люси по ним прекрасно ходит он там ложится спать горшок никто не заходит нет в горшок они ходят а в клетку не заходит чтобы полежать только исключительно сходить в горшок поэтому в принципе то можно от клетки уже и избавляться но пока оставлю ну как вот эффект горшка не так мусорно еда пока и здесь стоит и на кухне стоит у люси в маленькой комнате стоит но пока тоже вот так оставили это вот сейчас новости с персиком вообще уже без проблем все к нему приходит все к нему обнимаются здоровается он мурлыкать начал я не в своей жизни он когда-нибудь мурлыкал или нет стоси вы уже увидели какие у нас трюки были на дорогой мой лежит сон целыми днями спит или моется поэтому они такие чистые очень чистоплотный ну то есть тоже сегодня доказала что она очень чистоплотная девочка даже по кону смогла снять себе да пацан все у него вообще все в шоколаде все замечательно у люси тоже в принципе то неплохо но успокоен я и даю благодаря успокоен у она вот сегодня я наверное уже показывала если не показывал то вставлю фотографию она в течение часа наверное тут пробиралась и смотрела на персика в принципе легла рядом но достаточно рядом тоже на фотографии видите одну лапу даже заднюю протянула но типа она тут почти расслабилась но потом ушла в другую комнату вот это вот новости 5 вечера люси пошла там персик лежит кому страшно нашла его люси закудела люси принято я люси решение бесполезно все прошло поди ложись там тоже можешь лечь люсенька там есть еще одно покрывальце лучше я тебе покажу смотри вот смотри отсюда и делюсь эти моя девочка иди сюда иди не бойся здесь будешь лежать ну давай вот так подвину на любит вот здесь вот лежать тоже теперь еще смешнее окно смотрится но что делать можно жалюзи жалюзи опустить ну пока так а дружок ты чё делает если он не пошел знакомиться а я вообще все равно это не мешает не мешает не мешает не мешает совсем не мешает я сплю скажи я буду скажи с девчонками связываться вот не делать какое не будет он с тобой драться не будет у него он как басик понимаешь иди ложись смотри как тут мягонько люси смотри как мягонько ну в общем пока вот так у нас самое слабое звено это тоси пока я думаю что люси с персиком уже сдружится то есть последний будет вливаться в коллектив оставила люсю с персиком в районе окна надеюсь они там не подерутся хотя персик вообще отвернулся и спит калачиком вот прямо буквально попы к люси нет вот она крадется к нему чё она к нему лезет оставить последним еще разок видите лезет она к нему с этой стороны я уже открыла шторки чтоб ну мало ли что убегали или чтоб на занавесках не повесили прям покоя ей нет может быть она хочет все-таки на плед рядом лечь на окошечко в общем пока вот так ну пошлите я вам покажу потом вернемся оставим их кошачьи дела решать сами по себе да мариночка вы знаете у меня сейчас будет два подарка и оба от разных марин обе марины далеко не первый раз меня балуют и очень приятно на самом деле кто помнит сумки шопера с люсими которые присылала мне марина та марина который сейчас пойдет речь у нее есть свой канал называется марина марина есть на дзен еще парфюмерные тайны маришки канал у нее вконтакте но на ее каналах кто общается с мариной знают что она дает ссылки на разные свои соцсети и там где ее можно найти еще один шопер и посмотрите с какой чудесной лавкой я догадываюсь что здесь потому что смотрела у марины ролик и она лет по прелести уже показывала купила она себе посмотрите басенька тут мои сладкие басенька я уже говорила вам что для меня персик вот как будто он басикович как будто басик сделал такой подарок ну и видно что здесь ну может быть такая фото да что это не темный серый котик а посветлее что-то между персиком и басиком на больше на басика похож такой он классный хоть на стену вешай эти картины ну шоперы то вообще классные шоперы я пользуюсь такими у меня в сумках лежат такие марин спасибо ну подарок удался вот такой вот прекрасный шопер с басенькой ко мне приехал от марины очень приятно прямо очень приятно не обращайте внимание я не знаю что мне делать девочки говорят ты привела кошек нет я привела себя понимаете у меня теперь от столбняка и от бешенства сделаны две прививки поэтому я постараюсь ролики снимать ну как бы вот так руки главное чтоб я не забывала да вот руки я себе уделала и теперь давайте скажем огромное огромное спасибо 2 марине которая пополнила мою чудесную коллекцию бальзамов для губ кто помнит этих восхитительных котиков какие-то купила я сама которые некоторых мне дарили девочки и смотрите что у меня есть черный розовый голубой беленький и зеленый что же приехала ко мне сейчас марина сказала что новый цвет какие они милаши не открывала не открывала терпела ну терпел ты я минут 15 не больше давайте вместе откроем это кто к нам пришел то страдалица пришла моя и здрасте люсенька да ты что ты решила по столу походить дорогая а ты знаешь что эта часть то вообще-то не показная давай спрыгнем так неужели оранжевый какая красота сейчас я девчонки ножницы возьму давайте люсенька так старые добрые времена ты пришла да к нам поди не бойся не бойся иди к персику он добрый он даже отвернулся вообще нисколько не будет с тобой ругаться вот научи их лазить по стене то вот по этому коврику они еще о нем не знают так благодарность заслюдировано хорошо ножницы взяли девчонки огромное спасибо до апельсиновый как глазки персика смотрите какой классный приятный аромат какие они красивые вообще красота спасибо мариночка обе мариночки спасибо вам большое посмотрите какая прелесть хочу сказать огромное спасибо как девочкам мариночки и мариночки так и абсолютно всем моим зрителям кто поддерживал нас в этом непростом решении с принятием вот этого решения взять котиков к себе мы нисколечко не жалеем потому что это на самом деле тройное счастье пушистое скоро нас просто видите теперь у меня проблем то с горшком будет тоже тройной как я буду садиться снимать ролики так будет у меня ой гребсти если люся одна постоянно в горшке была и кушала корм то теперь представляете как их будет много умножить на 3 поэтому терпите слышите хруст персик решил пойти покушать мы с вами присутствуем такой паскриптум для тех кто не ушел люся не перст мы видно да что люся нервничает хвостом дрыгает гудит шипит а у него есть хвост спокойно он просто стоит и ждет когда она успокоится и потихоньку наверное будет двигаться видите вообще он не реагирует нисколько на нее в клетку пошел он тоже может в туалет да он хочет в туалет он видите она его вдохновила быть но нельзя туда ягодь сюда схожу все все а девочка-то моя где столом наверное да вот она наблюдается ну люсенька пускай он в туалет сходит видишь все хорошо вдохновила он сейчас кушать пойдет все равно он свои-то дела кошачьи делают чтоб он дальше смотреть на них не неловко вам показывать эти туалетные-то дела хотя кошатникам интересно что происходит у нас все равно они в хорошем добром здравии я ей дала только что успокоин то есть она с лекарством не должна сильно стрессовать ну он прям куличик сделал смотрите в горшке абсолютно все в кучу собрал со всех сторон закопал какой молодец все как на улице ну а дальше что делать будем иди кушать персик он все сгреб в одну кучу что значит уличные люся так махнула два раза лапой но закапывает она а этот прям со всех сторон прям куличик сделал но эти двое уже можно сказать более-менее хоть она и гудит между ними уже более-менее он сейчас кушать пойдет ему на нее вообще плевать я сама вздрогнула люся 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 я не стал с ней связываться но там в диване есть и да не стал кушать ну и чё ты на него нарычала он бы покушал что ты мне дала кушать люсь ну укладывается он там не поевши я накормила потихонечку я переживаю тосенька тосенька кушай кушай моя девочка кушай моя тося то есть тосенька и можно и буду жаловаться можно я жалую все матерь боится остальное покушал моя красотка таблеточку мы съели появили хорошо моя красавица моя девочка тося вот так уж и тосенька с аппетитом а вот так кушает малыш персик люся не дала ему покушать он попозднее спустился покушать мяснинка смотри какой мяснинку вкусной деталь на три курочка не хочешь курочку молочко будешь это молочко поменять пока даем им то что они привыкли кушать малыш пошел эти какие мы потянушки это делаем красавец мой красавица пошел по делам пошел единственное что им суп соленый давали а я почти не посолил и они не больно хотят такой все боится девочка всего боится моя хорошенькая я твоя мамочка теперь не бойся не бойся моя хорошенькая ты моя красивая тосенька тосенька болит у тебя как ты лихо то сегодня разделась тебе не нравится пижамка кружевную не понравилось персик вернется он пока видимо от тебя пахнет идет к тебе покуда ну зато отлежишься немного немножечко вон он смотри мякает пошел опять к себе вот он так жмется но дается уже пози не бегает от меня моя умница моя умничка сегодня поздно ролик то выложу время уже почти восемь сейчас тебе полегче будет потому что подействует таблеточка завтра будет еще легче макс она замурлыкала макс слышите на море кает намурлыкает только не вскакивай маме песенку поет да ты мамке песенку поешь тосенька перестала петь красавица все пройдет с люсей подружитесь будешь с мамой спать вместе с люсей с персиком моя хорошая девочка какая ты красивая у тебя такие глазки замечательные макс